Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео посвящено усилителям звука. Мы также обсудим принцип действия гитарных преампов и усилителей. Вы узнаете ответ на вопрос, почему в динамике мы слышим звук, когда на вход усилителя не подано никакого сигнала. Ну и также в конце поговорим о структуре перегруза, который порубился многим рок-музыкантам в Сумире. То есть поговорим, что такое перегруз, чем он обусловлен. Поэтому будет интересно, не переключайтесь, ведь информация будет преподноситься без каких-то заумных длинных формул, а просто и доступно. Итак, давайте представим усилитель звука в виде некоего черного ящика. Ну а если говорить точнее, то представим его в виде четырехполюсника. Мы имеем этот четырехполюсник. На вход подается сигнал малой амплитуды, и на выходе будет пропорциональный ему сигнал только намного больше амплитуды. И исторически так сложилось, что этот электрический сигнал чаще всего характеризуют по напряжению. Поэтому мы и обозначили, увы, напряжение входного сигнала, увы, величина напряжения выходного сигнала. И чтобы наши сигналы были пропорциональными и передавались без искажений, то есть простая теоретическая форма. Выходное напряжение равно К умножить на входное напряжение. То есть имеется обычная линейная зависимость между выходным и входным напряжением. Или говоря по-простому, выходной сигнал будет по амплитуде в К раз больше, чем входной сигнал, подаваемый на усилитель. Ну и прежде чем мы перейдем к графическому рассмотрению этой зависимости, давайте посмотрим самую простейшую цепочку усиления звука гитар. Мы имеем электрогитару. В данном случае будем рассматривать гитару с пассивными датчиками, как наиболее распространен. Сигнал, который подается на предусилитель или преамп, думаю, это слово слышали. Он здесь изменяется, формируется и передается далее на вход усилителя. Для амфиля, да? В английском. Который усиливает сигнал, поступаемый из преампа и подает на динамик. Если динамик помещен в корпус, это называется гитарным кабинетом. Поэтому я здесь написал КАП. Вот такая простая цепочка. Предусилитель, усилитель и динамик могут быть находиться в отдельных корпусах, как отдельное устройство. Либо они могут быть выполнены совместно. Есть разные типы исполнения. Рассмотрим самое распространенное. Это когда у нас предусилитель или усилитель в одном корпусе. Тогда такой прибор называется головой. Такое сленговое название. Либо бывает, что все эти три устройства находятся в одном корпусе. Тогда такой прибор называется гитарным комбо-усилителем. Или говоря по-простому, гитарным комбиком. Ну а теперь, как уже говорил, перейдем к графической зависимости между напряжением на входе и напряжением на выходе. Чтобы было понятно, откуда берутся шумы, что такое перегруз и как вообще усиливается пропорционально сигнал. У нас будет такой график, где по оси Х, или горизонтально, мы будем отлаживать значение входного напряжения. А по вертикальности, или как у еще называют, вот оно значение на выходе усилителя. Ну и в соответствии с вот этой формулой нарисуем линейный график, который уже здесь имеется. И я его изобразил пунктиром. Почему? Дальше пойму. И в теории, когда у нас на входе 0, на выходе тоже должен быть 0. Но это в теории. Но на самом деле, эта формула здесь не совсем корректна. То есть, когда у входа равно 0, выходное напряжение не равно 0. Это можно изобразить графически, как вот такой величиной напряжения на выходе. И обозначим его как УП. Почему УП? Потому что здесь имеет место помехи. Какие могут быть помехи? Они могут быть самые разные. Например, это могут быть наводки. То есть, сторонние электрические сигналы в цепях усилителя. Это могут быть фоны различные, которые дают блоки питания. Это могут быть шумы тепловые, например, возникающие в проводниках. Или же шумы усилительных элементов. Мы не будем в этом углубляться. Если интересно, на эту тему я могу снять отдельное видео. А сейчас примем их сведение, что при значении напряжения у входящего 0, на выходе мы имеем какое-то определенное напряжение. Которое вызвано собственными помехами усилителя. А визуально, как это наблюдается? Но если мы подойдем к колонке и будем слушать, то услышим определенные звуки. Поэтому на начальной стадии этот график имеет такой вид. И обозначим теперь первую область двумя точками. Точка 1 здесь была. Это напряжение помех. И у нас есть также точка 2. Что это за значение напряжения? Опустим перпендикулярно ось Х. И мы получили определенное значение величины входного напряжения. Давайте назовем его как у входящей минимальной. Что это за величина напряжения? А это минимальное напряжение входного сигнала. Которое нужно подать на вход усилителя. Чтобы на выходе усилителя мы получили качественный сигнал. Чтобы его было приятно слушать при ремесловании. Поэтому значение у входа минимальное должно быть и выше, чем значение помех на входе усилителя. Естественно, если мы возьмем первую область, как римская 1 обозначена, то здесь нет смысла работать усилителем. Иначе полезный сигнал будет подавляться помех. Далее у нас идет область, где уже работает формула выходное напряжение равного К умножить на углу входного. До определенных пределов. Обозначим этот предел как точку 3. И здесь имеем линейную зависимость. Как раз это формула работы. Стоит отметить, что большинство усилителей звука как раз настраивается, чтобы работать между точками 2 и точками 3. Это у нас будет область 2. И если мы от точки 3 отложим перпендикуляр вниз, то получим значение напряжения, которое назовем у вход мин. Макс. У вход макс. У вход макс. То есть, это максимальное значение напряжения входного сигнала, которое мы подаем на усилитель, при котором на выходе мы получаем неискаженный сигнал. То есть, выходной сигнал будет пропорционален входному. И можно сказать, что вот этот усилитель, который берет сигнал с формируемым преампом и передает на гитарный кабинет, вот как раз работает в этой области. Музыкальный усилитель, который просто надо усилить звук, там, например, подаваемый с MP3-плеера или телефона или других источников. Он тоже работает во второй области между точками 2 и 3. Ну, что будет, если мы на вход усилителя будем подавать сигнал больше по величине, чем у входящая максимальная нагрузность. А усилитель теперь начнет входить в режим перегруза. То есть, эта формула у выхода равного к умножить на входное снова работать не будет, как в первой области. Нарисуем, что мы получим. Это будет область 3. Режим перегруза усилителя. В чем ее особенность? Особенность в том, что уже входной сигнал и выходной будет отличаться по форме. То есть, выходной сигнал будет искаженный. Он не будет пропорциональным входным. Ну, так исторически сложилось, что вообще гитарный звук, он строится на искажениях. Например, если взять даже гитарный динамик, то там поломанная АЧХ, и все, что выше 5 кГц, срезается. Ну, так сложилось, и такой звук принят, как эталон в электрогитарном мире. Так в чем же прелесть перегруза? Как уже отмечилось, первая особенность, да, это то, что искажается сигнал. И ради праведливости стоит сказать, что не только величина входного напряжения на это влияет. Например, могут влиять и детали самого усилителя. В ламповых устройствах на выходе могут использоваться оконечные трансформаторы. А у трансформатора, кривая на магничивание, тоже имеет нелинейный характер. Ну, и особенность перегруза также состоит в том, что усиливается высшая гармоника, а именно пара. Кажется, звучит очень сложно, но сейчас все нарисуем и будет понятно. Дело в том, что сигнал, который создает, к примеру, колебания струны, он имеет сложную структуру. Во-первых, он имеет основной звук. Например, если открытая струна, то это нота мини, которая колеблется с частотой 329,6 герн. Обозначим одну полуволну, это полупериода. Это наше колебание основное. И это является первой гармонией. Но также при колебании струны в этом исходном сигнале присутствуют и призвуки. То есть, более высокие частоты, которые могут быть разом. Например, может быть частота в два раза больше. Это будет вторая гармоника. И также в этот отрезок времени может быть присутствовать частота, где помещаются три половинки. Это будет третья гармоника. И так далее, и так далее. И вот как раз прелесть лампового звука состоит в том, что амплитуда вот этих кратных гармоник, вторая, четвертая и так далее, покуда не обрежется над этим гитарным динамиком, она усиливается, что и как бы создает этот ламповый звук. Поэтому, как мы видим, если разобраться, что работа усилителя, она на самом деле не является какой-то сложной. Здесь все принципиально просто. Но гитарные преампы и усилители, они как бы имеют свою особенность. И гитарность устроится на искажение. И вот, например, такие педали гимми, как овердрай, фуз, дисторшн, они как раз устроятся на том, чтобы сигнал был в этой области. То есть он искажался. Если у нас изначально была синусоид, образно говоря, то при искажениях, например, могут срезаться верхушки и низы. И будет уже сигнал немножко более такой приближенный к трапециедарным. Ну, это уже тема для других роликов. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Хочу сказать, что также у меня планируются выпуски других роликов. Например, мы поговорим о том, почему гитарные динамики отличаются от других динамиков, которые применяются в акустических системах. Поговорим о том, как рассчитать просто усилитель звука или комбик, когда мы хотим сделать. Поэтому, если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и до новых встреч на YouTube! Субтитры сделал DimaTorzok